В Олимпийской деревне в Пьёнчхане непривычно тихо. Спортсмены, тренеры, волонтёры и болельщики постепенно покидают этот южнокорейский город, расположенный в горах Тхэбэксан. «Каждый раз, когда игры закрываются, у меня ком в горле. Смотришь по сторонам, и кажется, что игры ещё идут. Но когда порой возвращаюсь через полгода в те места, такое ощущение, что Олимпиады там никогда и не было. Всё меняется. Ресторанов и баров, которые были там, больше нет». «До вчерашнего дня здесь было так много людей. Они смотрели игры и болели из-за своих страны. Но сегодня здесь очень тихо, всё собирают и убирают. То есть теперь это очень тихое место, а мне немного грустно, что всё уже завершилось». Эту зимнюю Олимпиаду, 23-ю по счёту, окрестили «Играми мира». На церемониях открытия и закрытия спортсмены из Южной и Северной Кореи прошли вместе. Кроме того, организовали совместную женскую хоккейную команду. Церемония закрытия была высокотехнологичной. После прохода спортсменов и зрелищного шоу погас олимпийский огонь. Вслед за этим небо над стадионом озарил красочный фейерверк. «Думаю, корейцы очень хорошо организовали Олимпиаду. Было безопасно, куда бы мы ни пошли. Везде люди были очень приветливыми. Всё было замечательно. Церемония закрытия была потрясающей. Они раздавали сувениры всем зрителям на стадионе». «Они были удивительно вежливыми. Все были такими дружелюбными. Честно говоря, все люди были такими любезными. Просто невероятно. Они помогали везде, куда бы мы ни пошли и что бы ни делали». «Конечно, у нас много проблем. Но это не имеет значения. Мы остаемся здесь. Россия в моём сердце. Для меня Олимпиада – это просто сообщество, люди. Вот и всё». На церемониях открытия и закрытия атлеты из России прошли под нейтральным флагом из-за допинг-скандала. То же касалось и соревнований. На церемониях награждения медалями гимн России не звучал. В целом у российских атлетов две золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых. В общем медальном зачёте они на тринадцатой ступени. Первая в рейтинге – Норвегия. У неё четырнадцать золотых. Далее идёт Германия, за ней Канада. На четвёртой строке – США. За ними – Нидерланды и Швеция.